Эмин, добрый день. Добрый день. Слушайте, так приятно, что ты сегодня в Сочи. Мне будет возможность взять у тебя интервью. Ты у нас установил какой-то фантастический рекорд в сентябре, да? То есть продал там огромное количество недвижимости, дорогой в том числе, и виллу там за миллиард двести. Расскажи, как давно вообще недвижимости? Недвижимости уже более десяти лет. И как бы уже, можно сказать, одиннадцать лет, как в Небешке. Ну, начинал я с разных компаний. То есть одна была маленькая компания. Как всегда, начинали с маленьких студий. С продажи маленьких студий. И после этого стал как бы компанию менять, смотреть, где лучше. То есть меняешь часто компанию? Нет, нет. Это уже меняют тогда, когда вижу, ну, как-то работа не идет там. Так, ну ладно. Ну, надеюсь, в этажах-то все идет. В этажах все шкалено, конечно. Смотри, такой вопрос. Я знаю, ты в Баку родился, да? Да. А, и где-то девятнадцать лет назад переехал в Дубай. Да, в 2005. В 2005. Скажи, пожалуйста, почему переехал? Переехал, потому что мне предложили работу в Дубае. Вот, работать бухгалтером. И после этого стал как бы, ну, долго не задержался на работе. Вот, и как бы потом стал заниматься бизнесом. Опытом оптозапчасти и телефоном. То есть оптовой. Куда торговал внутри Дубая, да? Это нет, это я из Дубая отправлял в Москву. То есть в Россию отправляли экспортер в Казахстан и в Азербайджан. Вот, стал экспортом заниматься, потому что, ну, понимал, что возможностей в Дубае много. А я как бы просто как бухгалтер сижу и работаю. Хотя бизнес до сих пор присутствует со мной. Вот, но отдельный человек, который управляет им. И как бы посвятил себя в недвижимость. Ну, как бы мне нравится эта работа. Хорошо, слушай, скажи, пожалуйста, я знаю тебя от лучших образований, да? Первое, ты у нас капитан. Капитан дальнего плавания. Дальнего плавания. Второе, ты у нас бухгалтер, там, аудит. Аудит-бухгалтер. Как-то вот, что капитан дальнего плавания помогло в жизни? Образование. Мне это помогло, когда у меня была первая сделка. Вот, и там вот именно горизонт глаза. Ну, то есть у моряков есть такая, как бы, этот горизонт глаза. И тогда мы, когда я продавал, клиент задал мне вопрос, типа, почему, говорит, здесь дешевле, а там дороже. А реально так вышло, что на низких этажах всегда дешевле, на высоких дороже. И он мне такой, ну, типа, почему, говорит. А там вот этот момент, как бы, я подошел, когда уже к макету, я объясняю, я говорю, смотрите, вот вы проснулись, вы увидели, допустим, цветы. А если на пятом этаже, я говорю, вы это не увидите, потому что, я говорю, ну, как бы, вы должны подойти к балкону, и уже потом вы увидите красоту свою. А на первом этаже, просто на первом этаже всегда дешевле квартиры. И он, как бы, этим вариантом я как-то выкрутился. Вот, ну, и, как бы, эти знания чуть-чуть помогли. То есть, ну, смотри, давай, дальше у меня вопрос такой. Насчет рынка Дубая. Вот сейчас, говорят, уже такой сезон прошел, когда россияне, ну, страны, бывшие в СНГ, активно покупали. Это так или нет? Да, сейчас Европа где-то, вот, именно сейчас Европа активно покупает недвижимость в Эмиратах, но Россия все равно, как бы, не отстает. Ну, я смотрел цифры, вот, мы были одно время на первом месте, какой-то два квартала подряд, по-моему. Сейчас, по-моему, на четвертом, я посмотрел. Сейчас Европа как-то она более инпульсивно покупает, но, опять же, то есть, Россия, она всегда покупала и будет покупать, то есть, как бы, как вам сказать, соотношение, то есть, там такое, что как минимум 30% рынка покупает Россия, минимум это. А, сейчас, по-моему, нет, если верить отчетам, ну, уже меньше значительно доля. Я с другими компаниями, тоже крупными компаниями общаюсь, они говорят, что Россия, как бы, у них в основном крупные чехи и по количеству сделок, то есть, именно Россия больше. Ты еще сам активно командой там управляешь, да, у нас? Да. Мы тоже, в Глубая. Вот тяжело было от риэлтора переходить к управленцу? В предыдущей компании я тоже, вот, когда работал именно, ну, как брокер тоже, я постоянно помогал, как бы, ребятам со сделками, да, то есть, ну, там, советом, поехать вместе с ними, все. То есть, это то же самое, что и делает менеджер. Ну, мне чуть полегче было, почему изначально? У меня брокеры, как бы, именно в моей команде, они топовые. Им много времени, ну, как бы, я не уделяю, но по каким-то нюансам, да, то есть, мы вместе, там, что-то делаем, там, как-то. Ну, опять же, в основном, у меня опытные брокеры. Ну, давай, там, к сделке перейдем, к твоей, там, я знаю, что, там, за миллиард 200 виллу купили, да? Расскажи, вот такие большие сделки, это все-таки случайность? Или это, вот, системный труд многолетний, поэтому так произошло, это справедливо? Даже, возможно, что это случайно. Просто, вот, клиент, как бы, да, непонятно было, что, как, чему. Мы с ним встретились, и выяснилось, что, оказывается, реально у него бюджет, там, сумасшедший. А вначале он с каким запросом пришел? На студии пришел. Просто студии? Он пришел на студию, объясняем, там, и, как бы, просто, к слову, было сказано, что, вот, если инвестиции хочешь делать, например, это, вот, инвестиции, допустим, 2х, там, или 1,5х, ты можешь получить на премиум проектах, например, вот, люди, когда заходили в адрес JBR, выходили, там, с 1,5х, там, все такое. И он, а это что такое? И, как бы, начал вопрос задавать, и я понял, то есть, человек, если понимает, что там это премиум проект, и он заинтересовался, значит, у него возможность есть купить. Слушай, круто. Эмин, скажи, пожалуйста, насчет криптовалюты. Так. Да, то есть, я знаю, что ты бухгалтер профессиональный, и именно профессионал в расчетах. Криптовалюта сейчас популярна в Дубае? Криптовалюта, да, очень. Реально, да? Да, это самый, ну, такой, скажем, рискованный, но быстрый перевод, это, как бы, моментальный перевод. Все застройщики принимают, проблем нет? Нет, не все застройщики принимают, да. А кто принимает, можешь сказать? Ну, это пару застройщиков принимают криптовалюту, вот, а такие именно государственные застройщики, они не принимают криптовалюту. А, вот так даже, да? Да, 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 это, как бы, однозначно. То есть, Эмар не принимает? Нет. Нет, да? Мы просто криптовалюту, да, как бы, обналичиваем и менеджерным чеком заносим. Ну, а, законно это все? Да, это, как бы, законно. Да, все, нормально. Вот, твое мнение насчет, в целом, других видов инвестиций. Если бы не недвижимость, то куда бы советовал? Потому что, понятно, ты скажешь, что в недвижимость, а вот такой вопрос, да. Если не недвижимость, то куда? Так, ну, свои я инвестировал, как бы, в недвижимость, да. Вот, а то, что касается еще, ну, честно, даже, ну, я просто весь вот в недвижимости, поэтому, да, то есть, я даже сейчас… Ну, все, то есть, у тебя альтернатив нет? Да, то есть, у меня… То есть, ты яйца в одну корзину. Да, то есть, это недвижимость, потому что всегда был, как бы, прирост и всегда было… Ну, то есть, мы деньги не теряли на недвижимости, поэтому на акциях, да, теряли, там, на других, там, делали… Слушай, вот такой вопрос, когда покупают недвижимость, идешь потом в аренду, надо сдавать. Да. Вы это как-то организовываете, как ты вот это все контролируешь? Да, смотрите, у нас, как бы, ну, в этажах, в Дубай, там есть и краткосрочная, наверное, и долгость. То есть, недвижимость мы с нуля берем, и до тех пор, пока мы не перепродаем, и клиент с нами не прощается, то есть, все это, как бы, у нас под управлением полностью. То есть, человек, не прилетая в Дубай, может сидеть в России у себя и просто получать свои деньги, дивиденды. Все, то есть, никаких, там, так скажем, звонков, там, ничего он не делает, как бы, просто сидит и получает свои дивиденды. То есть, управление полностью под этажами Дубай. Ты очень много ездишь по всей России, выстраиваешь партнерские отношения. Да. Потому что я видел и в Тюмени, там, ты еще в других городах, сейчас в Сочи прилетел. Вот это сложная работа, в чем ее особенности, как ты вот эти отношения выстраиваешь? То есть, в основном, то есть, этажи, они привилегии имеют, допустим, ну, это для меня, то есть, так, и мы также описываем нашим партнерам, что это сеть, огромная сеть, то есть, где клиенты даже элементарно могут заходить, там, передавать и получать свои деньги. Это, как бы, большая вещь, где, так скажем, у других компаний этого нет. Да, есть другие компании, которые огромные деньги вкладывают в недвижимость, ну, то есть, в рекламу, там, все-все, но у них нет того, чего у нас есть, то есть, сеть. Вот, и поэтому нам, любым клиентам, как бы, им удобно просто зайти, они, когда уже подходят в этажи, у них есть доверие. Они передают деньги и понимают, что их деньги, как бы, никуда не денутся. Вот, и мы, как бы... Слушай, круто, давай, я, наверное, последний вопрос задам. Вот, если сейчас, за какую минимальную сумму можно купить недвижимость в Дубае, да, предлагаете ли, допустим, там, шарджу или аджман, там, сколько минимально стоит, вот, может, так немножко сориентировать. И какой там офф-план будет, так называемый, ну, порядок расчетов? Ну, у нас, если аджман, аджман и шарджу, у них, практически, цены одинаковые, там, начинается от 11-12 миллионов. Есть именно аджман шарджу. В рублях, да? В рублях, да, это 11-12 миллионов. В Дубае есть, в отдаленных районах тоже офф-плана, они, ну, с котлованом проект идут 14 миллионов, но инфраструктура там не развита, то есть, мы не советуем, то есть, вообще туда заходить. Потому что, если только это на краткосрочную инвестицию, то не стоит заходить туда. Вот, а если уже, мы обычно предлагаем те районы, которые уже сдались, то есть, сданные районы, то есть, там инфраструктура полностью уже налажена, и там недвижимость, то есть, студии 40 квадратов метров полностью с мебелью и от 16,5 миллионов. Ну, 16,5 миллионов, да? Ну, с ручкой, да, и с мебелью, со всеми делами, да. То есть, 40 квадратов метров. И каждому дому, то есть, в каждом доме есть балкон, парковка, бассейн, тренажерный зал и все такое. Слушай, ну, круто. Хорошо, слушай, пожелания риэлторам сети, этажей и просто всем, кто посмотрел интервью. Желаю всем тоже достичь этих успехов, как говорится, и чтобы это был минимальный успех, вот этот рекорд, он был самым минимальным, чтобы достигли еще больше и больше. Слушай, знаешь, еще один вопрос, который решил все-таки задать. Как вообще к деньгам относишься? Я представляю, какие ты сейчас доходы получил, вообще, вот как у тебя, вот, ты же явно, там, один из самых, наверное, богатых брокеров получается. Точно, серьезно, скажем так, да? Как к деньгам относишься? Для тебя это что такое? Ну, это, то есть, не на первом месте. Даже если взять то, что именно мы, то есть, если были бы деньги, как бы, на первом месте, вилла, где я мог бы продать, там, ну, без документов, то есть, да, я мог бы ее продать и заработать в два раза больше, чем это рекордная сумма. Давай, поясню, там, вы даже могли купить виллу за 2 миллиарда рублей, но там ты, мы нашли некоторые нюансы в документах и решили клиенту честно сказать, что, как мы всегда это делаем, что лучше не покупать. Что это риск и что, то есть, ну, я не советую этот проект захотеть, то есть, и мы перешли, как бы, зашли и купили за миллиард двести. То есть, если бы, опять же, деньги были бы на первом месте, мы продали бы за 2 миллиарда. Ну, там нельзя продать, ну, там, понятно, юридически мы бы, ну, как бы, можно было, но это риск был. Да, там сопровождение юрисов тоже было бы, и мы могли бы, как бы, да, продать эту виллу в сопровождении юрисов, но, опять же, там был определенный риск, который нельзя. Это хороший кондикатор. Да, и поэтому мы вышли просто с этой виллы, я его переубедил, что, а он, причем, был влюблен в эту виллу, я его переубедил, и мы купили большие виллы за то. А что у тебя с этой сделки купишь? Ну, думаю, недвижимость. А, недвижимость, да, ну, слушай, когда там, дай бог каждому риэлтору получать такой доход, чтобы с каждой сделки покупать себе квартиру. Дубай. Именно тебе большое спасибо. Благодарю. Удачи тебе. Спасибо.